Здравствуйте друзья! В этом обзоре поговорим про мощное, если верить заявленным характеристикам, ZigBerry, предназначенное для установки на один рейку. Устройства такого типа применяются для управления мощными нагрузками, в этом случае более 11 кВт, например бойлерами, котлами и так далее, либо отдельными отключаемыми линиями питания. Далее обо всем подробнее, а пока, прошу подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Также вы можете поддержать развитие моего канала, все ссылки вы найдете в описании. Производитель Sohan Electric. Тип устройства реле для установки на один рейку. Интерфейс ZigBee. Рабочее напряжение до 230 вольт. Максимальный заявленный ток 50 ампер. Габаритные размеры 19 на 77 на 70 миллиметров. Базовая экосистема Tuya Smart. Заявлена поддержка VW Link. Поставляется устройство в безликой белой коробке, из опознавательных знаков на которой только наклейка с указанием типа и даты изготовления. Мой экземпляр сделан 1 июня 2021 года. Внутри коробки нашелся герой обзора в мягком кульке, который является единственной защитой при пересылке. И небольшая инструкция с логотипом Tuya. Инструкция кстати не пригодилась совершенно. Перейдем к внешнему осмотру. Устройство по форме повторяет обычный автоматический выключатель и имеет стандартную ширину, ее еще называют 1 юнит. Это необходимость, так как размеры устройства электрошкафу стандартизированы. На лицевой части, которая не будет скрыта крышкой электрощита, указано название и основные параметры, а также выведен светодиод активности и кнопка ручного управления. В отличие от области, обычных автоматических выключателей, управляемые требуют подключения не только фазы, но и нулевой линии. И тут важно не перепутать. Реле разрывает только фазу, 0 проходит напрямую. При этом важно подать 0 только на вход реле, а с выхода достаточно подать на нагрузку только фазу, используя ранее выведенную нулевую линию, так как 0 все равно общий для всех устройств. На задней стороне находится стандартное крепление для установки на динрейке. Тут герой обзор ничем не отличается от любых других устройств, которые обычно устанавливаются в электрощит. Просто так разобрать устройство не получится, так как тут не защелки, не винты, а что-то вроде сквозных заклепок, которые необходимо высверливать. Такой тип разборки я называю деструктивным. Однако, благодаря одному из подписчиков, нашему с вами коллеге, удалось получить изображение такого устройства в разобранном виде. Тут судя по всему используется какое-то свое специально изготовленное реле. Это первый нюанс, который нужно знать о герое обзора. Как видите, разборка приводит к необратимому разрушению корпуса устройства, и мне по сути повезло, что кто-то задался целью его разобрать, тем самым избавив меня от необходимости ломать свой экземпляр. Большое спасибо за предоставленное фото. Тут хорошо видна шина фазового провода, который идет через контакты реле. Выскажу свое субъективное мнение, больше 30 ампер я бы сюда не подключал. И остается вопрос, насколько эффективно тут гасится искра. На таких токах это может привести как к свариванию контактов, так и к их выгоранию. Для дальнейших тестов реле было установлено в мой стенд, имитирующий электрощит. На всякий случай еще раз уточню, это стенд. Поэтому я не соблюдал цветовую дифференциацию проводов коричневой фазы голубой ноль. Использовал то, что было под рукой. Провод подходящего сечения, желто-зеленой изоляции, применяющийся для заземления. Но внутри он не менее медный, чем голубой и коричневый провода. Светодиод отображает статус реле. Возможно, это покажется нелогичным, но тут красный цвет означает, что контакты реле замкнуты, питание на нагрузку подается. А зеленый разомкнуто, питания нет. Такое встречается в китайской световой индикации. В частности, я встречал такой вариант, когда красный цвет означал, что все хорошо, а зеленый аварию. В режим сопряжения устройство переводится удерживанием кнопки в течении примерно 15 секунд при выключенном реле, когда индикатор зеленый. Логическую часть обзора начнем с родного приложения Tuya Smart. Для ZigBee устройств, как героя обзора, нужен совместимый шлюз. У меня, напомню, это проводная Ethernet версия от Moes. Переводим реле в режим сопряжения и запускаем подключение на шлюзе. И вот тут пришло время второго нюанса. Хотя, как видите из скриншота, мне удалось его подключить, это получилось не с первого, и даже не с третьего раза. Практическим путем я выяснил, что при подключении нужно реле и шлюз держать ну совсем рядом, в радиусе 15-20 сантиметров. Хотя потом все работает и на большем расстоянии. Функционально это просто реле включить и выключить, энергомониторинга нет. Соответственно, плагин устройства максимально прост. Большую часть окна занимает кнопка переключения состояния. Внизу находятся две кнопки. Таймер, который позволяет задавать расписание. Время и день недели, когда включать или выключать реле. Но тоже самое можно сделать и через автоматизацию. Обратный отсчет это разовый таймер, действие которого начинается сразу после установки. Интервал действия до 12 часов. После его истечения, реле меняет свой статус на противоположный. В меню общих настроек указана поддержка сторонних систем. Однако, сразу хочу сказать, что в Google Home устройство у меня не появилось. Реле можно объединить с аналогичными устройствами в одну группу для общего управления, а также обновить прошивку. В автоматизациях устройство может участвовать как в триггерах, так и в действиях. В качестве триггеров можно использовать состояние таймера обратного отсчета, правда кейсов под это я не придумал. И, что уже более применимо, состояние реле включено и выключено. А в действиях добавлен еще один пункт переключения состояния на противоположное. Это удобно для использования одного триггера, например нажатия на клавишу логического выключателя. Кроме этого, можно устанавливать обратный отсчет. Эта опция работает, я проверил. Например, в таких случаях включение, затем обратный отсчет, который после завершения выключит реле. Реле довольно громкое. Скорость управления в родном приложении хорошая. Обратная связь отрабатывает тоже неплохо. Актуальная на дату тестирования версия zigbee2mqtt 1.25.2. Устройство штатно поддерживается в системе. Тут сложности с подключением я не заметил. Возможно, потому что мой координатор мощнее шлюза. Устройство является роутером. Имеется только включение и выключение. Home Assistant залетает через интеграцию MQTT, все стандартно. Включить и выключить. Кстати, журнал событий на вкладке устройства в Home Assistant очень удобно и полезная штука. Мне нравится. Прошивка SLS шлюза на данный момент актуальна от 6 июня 2022 года. Переходим к подключению. Тут то же самое, что с шлюзом Tuya. Удалось не с первого раза и только после того, как шлюз с реле был на расстоянии 10 сантиметров. Штатной поддержки нет, но это легко поправимо. Сейчас покажу как. Эта модель устройства относительно стандартная, отличие только в коде производителя. В списке поддерживаемых устройств SLS шлюза, нашлись такие же модели реле, только других производителей. Номер этого конвертера 42. Пропишем его вручную. Теперь реле отлично поддерживается на штатной прошивке. Чужой картинкой, но это не страшно, главное что все работает, включая обратную связь от устройства. В Home Assistant все аналогично как ZigBit у MQTT, разницы нет. Подведем итог. Для устройства заявлен высокий рабочий ток и мощность более 11 кВт. Но я бы не использовал его на нагрузках более 6-7 кВт. Не знаю откуда мне пришла эта цифра, просто мое субъективное мнение. К достоинствам можно отнести компактность, так как обычно такие мощные реле устанавливаются в корпус шириной в 2 и более юнита. К подозрительным отнесу нюанс с подключением, когда пришлось держать шлюз рядом с устройством. В ходе тестов у меня проблем с управлением и обратной связью не возникало, но в целом значение уровня сигнала у реле было ниже, чем у других устройств расположенных рядом. Не исключаю, что при установке в металлический электрощит, который является экраном, могут быть проблемы с связью. Исходя из этого, мой вердикт сомнительно. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм-канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира!